В эфире студия Репортер. Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. Финал главного конкурса красоты города состоялся 8 декабря. Об этом будем говорить с гостями в нашей студии. У нас в гостях сегодня Мисс Одесса 2018, студентка 4 курса судебно-административного факультета Национального университета Одесская юридическая академия Вероника Шувалова. Здравствуйте. Здравствуйте. И генеральный директор Национального комитета Мисс Украина-Юг Татьяна Савченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, традиционный вопрос, как проходил конкурс в этом году и, может быть, чем он отличался от предыдущих? Первое, наверное, нужно отметить, что этот конкурс в этом году отметил 110-летие с момента проведения в нашем городе еще с 1907 года конкурсов красоты. Поэтому под таким девизом мы и провели этот проект. И, в принципе, он прошел необычно за счет, наверное, того, что финал состоялся в одном из лучших театров Европы, в театре оперы и балета, где выступили очень известные, популярные народные артисты и Украины, и всего мира. Поэтому отдельно поговорим. И состав участниц был очень сильный, и у нас был финал международный. То есть девушки, кто имеет связь с нашим городом, Одесские корни, они все были финалистками конкурса. А кто судил конкурс в этом году? В этом году у нас также нетрадиционно. Мы в этом году пытались все решать так, чтобы это было не так, как всегда. Потому что конкурс уже перешел в свой как бы четвертый десяток с момента его проведения уже новой истории. Это был 31-й финал конкурса «Мисс Одесса». И мы пригласили в состав жюри, звездного состава жюри. У нас работали представители творческих профессий, кинопродюсеры, которые прилетели из Киева. И это были ведущие популярного шоу «Холостяк». И победитель конкурса «Танцы со звездами». И много других творческих людей, кто мужчин, кто мог достойно, мы посчитали, отдать им выбор, отдали в мужские руки. И они сделали свой выбор. И сегодня с нами здесь победительница конкурса. Верника, расскажите о себе. Такая визитка какая? Она «Мисс Одесса-2018». Как и вы говорили ранее уже, я студентка четвертого курса судебно-административного факультета Национального университета Одессской юридической академии. Мне 19 лет, я родилась и живу в городе Одесса, чем очень горжусь. И мое увлечение – это хореография, путешествия, а также спорт. А были уже конкурсы до этого? Да. Ранее у меня был опыт такой. И ровно год назад я одержала победу в конкурсе красоты «Мисс Национального университета Одессской юридической академии-2017». А что было самое сложное в этом году, в этом конкурсе для вас? Была серьезная подготовка. А долго длится вообще подготовка конкурса? Около месяца. Репетиции каждодневные, также посещение различных пресс-конференций, также мы посещали детский дом. Была насыщенная жизнь на протяжении этого месяца. Вы верили в свою победу? Вот с каким настроем вообще вы пришли на конкурс? Настрой у меня был положительный, уверенный. И я каждой участнице желала удачи, а себе, конечно же, победы. Красиво. Вы уже заговорили о том, что много было звезд в этом году. Вот для тех, кто не видел конкурс, расскажите о том, как это было. Благодаря нашему партнеру, в этом году у нас генеральный партнер, это Сити-центр, в Одессу на финал конкурса «Мисс Одесса Всемирная» приехали и выступали следующие артисты. Это из Соединенных Штатов прилетел джазовый исполнитель Карл Фриерсон, это наш, на мой взгляд, самый прогрессивный коллектив «Анука» со своим практически полным концертом, и народная артистка Тина Карль. То есть благодаря вот этим звездам конкурс, конечно же, стал более насыщенным, более интересным для зрителя. Хотя, как всегда, есть в зрительном зале те, кто пришли посмотреть концерт, есть те, кто пришли поддержать участниц, но в этом году, как никогда, публика была очень благодарна, атмосфера в зале была самая теплая. Поддерживали всех участниц, Карл Фриерсон пытался как-то контактировать и с участницами, и со зрителями, и очень хороший дал концерт непосредственно в период конкурса, и даже зрители были, кто вставал и танцевал. Поэтому для нас вот эта атмосфера тепла, уюта была очень радостна для организаторов, и, я думаю, поддержка для участниц конкурса. Знаю, что у вас в рамках конкурса был интересный номер, интересное выступление, расскажите об этом. Да, интересное выступление. Мне предложили выступить с небольшим кусочком саммитанца в рамках второго выхода. Второй выход был посвящен балету. Каждая участница была одета в пачки, которые ко всему еще светились. Это было невероятное шоу, было очень красиво. И в начале второго выхода я станцевала на пуантах, так как занимаюсь хореографией еще с детства. И на Мисс Академии я показывала свой талант с балетным номером. Вот Вероника уже сказала, второй выход. А вообще, сколько этапов конкурса красоты? Основные этапы начинаются с того момента, когда участницы, будущие участницы, приходят к нам на отборочные кастинги. Вот 8 декабря был финал конкурса Мисс Одесса, а вот 9 мы уже начали принимать заявки на Мисс Одесса 2019 года. То есть этот процесс бесконечен. Мы в поиске, мы всегда ищем участниц на студенческих конкурсах, которые проводятся в Одессе. К нам приходят заявки от участниц, кто хотел бы быть участницами из других городов. А так как конкурс уже третий год проводится со статусом международный, то очень многие узнают в мире. Наши партнеры, директора национальные уже отправляют участниц на будущий год. Поэтому этот процесс, он проходит каждый день. И на мой взгляд, тем интересен, что, несмотря на то, что подготовительный период активный был всего лишь месяц, но мы отбираем и смотрим, и видим, и наблюдаем за каждой претенденткой уже на стадии того, когда они к нам приходят первый раз. Потому что то, как взаимодействуют девушки между собой на кастингах, во время репетиций, уже складывается у каждого своё мнение, у каждого члена жюри. Поэтому мы им всегда говорим, вы должны приходить к нам на репетицию, на любую акцию, куда бы мы ни поехали, где бы мы ни были, где бы вы были у себя в институте или просто на работе. В любом обществе, когда вы в социуме, вы всегда должны быть вниз. Вы должны вот этот статус, он у вас должен присутствовать, и ощущение того, что вы лучший. И не потому, что вы просто красивые, а потому что вы должны стремиться быть красивой личностью. Самосовершенствоваться во всём, быть любопытными в хорошем смысле этого слова, читать, знать, что происходит в городе, что происходит в стране, в культурной жизни города, в политике нашего государства. Потому что в будущем им ехать на международные конкурсы и представлять наше государство, и олицетворять наш город. А много желающих было в этом году стать мисс Одессой? В этом году порядка 1800 заявок было за весь период, начиная с января месяца. И в финале было? В финале? 21 участница. На ваш взгляд, какими качествами должна обладать девушка, не просто даже, чтобы стать мисс Одессой, а в принципе, чтобы победить на конкурсе красоты? Должна быть как интеллектуально развита, так и духовно. Также должна быть не только внешняя красота, но и внутренняя. Я считаю, что это главные качества, которыми должна обладать каждая мисс. Татьяна, а вы как думаете? В первую очередь, это должен быть воспитанный, целеустремленный человек, иметь хорошие здоровые амбиции, стремиться совершенствоваться не только физически, но и духовно, и быть лидером как таковым по своей сущности. Потому что если есть лидерские качества, все преграды, которые будут встречаться им на своем пути, они будут их с достоинством преодолевать. Но если человек слабый, подвержен каким-то разговорам, которые он слышит, влиянию, которое бывает не всегда же позитивным, то есть он, конечно, будет как личность немножечко проигрывать, а лидер всегда, лидерские качества, они всегда проявляются, и в нужный момент можно оценить, кто как реагирует, кто как разговаривает, кто как взаимодействует. И вот здесь как раз и работа жюри, нас, как членов жюри на подготовительном этапе, назовем это так, тоже не ошибиться и выбрать ту достойную, которая будет полностью соответствовать образу молодой, современной, талантливой одесситки. Ну, корона все-таки, наверное, еще и обязывает. Влечет за свое наступление каких-то обязательств. Что вас ждет впереди? Впереди меня ждут много мероприятий официальных, которые я должна, обязана посетить. Также помощь детским домам, также животным. Это, я считаю, обязательное участие каждой МИС. А дальше посмотрим также участие, следующий этап, это участие на конкурсе красоты МИС Украина, и также в различных международных конкурсах. А МИС Украина когда будет проходить? МИС Украина традиционно проводится в сентябре месяце, но отборочные туры и заявки принимаются уже. То есть это тоже работа на следующий уровень. Вы тоже, наверное, можете дополнить, что ожидает Веронику, как МИС Одесса. Ну вот я буквально, мы сегодня с Вероникой утром встречались на приеме у президента Академии Сергея Васильевича Кивалова. И сейчас пришли к вам в студию, и я за это время пришло два приглашения для Вероники по участию в международных конкурсах, который будет уже в декабре и в январе месяц проводиться. Поэтому здесь уже на выбор Вероники мы посоветуемся, куда лучше ей поехать, чтобы представить страну. Перед новогодние, конечно же, праздники не оставят без заботы о детях, которые в интернатах, в приютах находятся. Ну и присутствие МИС Одессы на всех официальных мероприятиях, которые будут проводиться в нашем городе. И благодаря городским властям, я думаю, что участие Вероники будет полным, насыщенным и интересным годом жизни в качестве МИС Одесса 2018 года. Какие еще конкурсы в ближайшее время будут проходить в Одессе? В Одессе ближайший будет конкурс для маленьких талантливых МИС и мистеров Всемирная. Это будет в период школьных весенних каникул. Затем традиционно пройдет летом международный конкурс красоты МИС Туризм Интернешнл. И в декабре следующего года состоится уже следующий финал. Но на самом деле, кроме этого, то, что мы проводим непосредственно в нашем городе, есть подготовка к участию в международных и национальных конкурсах, которых тоже очень много. И наши участницы, те, кто стал вице-мисс, получил другие титулы и официальные титулы и награды, также смогут представлять наш город на международных конкурсах. А в чем заключается подготовка? Вот вы уже говорили, да, к конкурсу. Вот для вас, что значит подготовка к конкурсу? Это подготовка как моральная, так и физическая. С физической стороны это посещение спортзала, здоровое питание, морально это, скорее всего, то... Учиться конкурировать, наверное, да? Скорее всего, так, так и есть. Спокойно конкурировать. Спокойно, да. Также уметь показать себя в обществе, этикету, например. А за кулисами вообще какая царила обстановка? Царила. Дружелюбная? Или как кино показывают на конкурсах красоты? Я бы не сказала, что сильная конкуренция была. Мы с девушками общались и продолжаем общаться. Каждая друг друга рада очень, кто остался в финале и получил титул. Очень довольно-таки дружелюбная обстановка. Хорошие девочки. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Я поздравляю вас с таким достойным званием и желаю вам дальнейших побед. Я напоминаю, что у нас в гостях была Мисс Одесса 2018, студентка 4-го курса судебно-административного факультета Национального университета Одесская юридическая академия Вероника Шувалова и генеральный директор Национального комитета Мисс Украина Юг Татьяна Савченко. Меня зовут Валерия Володина. До встречи на репортере. Продолжение следует...